Всем привет! Сегодня я хочу показать, дать некоторые рекомендации по упражнению правильная походка. От походки зависит очень многое. Если у вас какие-то проблемы со спиной, и вы их решили сделать с помощью мануальной терапии, остеопатии, кинезиологии, но походка потом опять неправильная, у вас все вернется. Поэтому над походкой нужно работать. И я сейчас покажу неправильные варианты походки, которые есть у людей, а потом покажу более-менее то, к чему мы должны стремиться. Некоторые люди, у них носочки вывернуты наружу, и они ходят, я как бы назад вернусь, чтобы камера попала, и потом пойдут точно так же вперед. Вот у них походка вот такая. То есть если носочки туда, то это таз завернут назад. У этих людей таз немного завернут назад, и получается вот такая походка. Иногда называют походкой ковбоя. Сейчас еще покажу один вариант. Вот это тоже. Это косолапый человек. Косолапый. Но чаще, если вы понаблюдаете за людьми, чаще встречается, что одна нога более-менее ровная, а вторая чуть-чуть вот такое движение может быть. Или вот немного вот так. Такое тоже может быть. В идеале стопы должны быть параллельными. Чуть-чуть допускается угол небольшой иногда. Ну, в основном, как бы, это параллель. И у мужчин и у женщин разная походка. Мужская походка – это приблизительно одна стопа, это таз. Но потому что у нас разный таз, у мужчин и у женщин. То есть там это связано с родами. Как бы, да, женщины должны рожать, и там чуть-чуть другая немного конструкция таза. У мужчин это где-то ширина стопы должна быть, и стопы параллельно. Когда вот вы ходите, к примеру, вот, у женщины движение может быть уже. Иногда это по одной линии. Вот как бы, вот такое вот движение может быть. И таз даже по-другому работает. При такой походке у женщины работает по-другому таз. Вот я сейчас покажу вариант мужской, и оттуда пройду. Руки идут спереди таза. Руки идут спереди таза. А если женщина оттуда пойдет, сейчас я просто покажу, то руки идут вдоль таза. Вот они. То есть у мужчин вот здесь вот руки должны идти. У женщины руки должны идти вот здесь, у мужчины немного вот здесь. Там по-разному работает само движение. Но то, что вы должны помнить, это стопы параллельно. И если эта нога левая пошла вперед, правая идет навстречу. То есть крест-накрест должны работать. Я еще раз покажу. Я вот оттуда пройду. Друг другу навстречу у нас идет. Таз идет навстречу плечу. Таз идет навстречу плечу. Вот это вот движение, оно должно работать. Походка должна совершаться с пятки на носок. С пятки на носок. Когда вы идете, вы должны выше поднимать. Шаг достаточно чуть пошире можно ставить. И потом отталкиваться стопой. Отталкиваться стопой. А с пятки на носок, с пятки на носок, с пятки на носок. Развернулись. С пятки на носок. Работает все. Работает. С пятки на носок, с пятки на носок. Чтобы хорошо выстроить таз, нужно взять какую-то вещицу. В данный момент я беру кирпич. Чтобы у вас была ровная позиция. Тогда у вас шея будет ровная и глаза будут по линии горизонта. Мы не смотрим вниз, мы не смотрим вверх. Мы смотрим вперед по линии горизонта. И тогда вы идете стопой параллельно. И шея выстраивается в правильную позицию. И тогда начинает выстраиваться в правильную позицию таз. Если у нас шея будет ровная, а шея связана с тазом. Есть определенное взаимодействие. То и таз встанет в правильную нейтральную позицию. Если вы будете вниз смотреть, таз будет в чуть другой позиции. Запрокинете голову, таз тоже будет в другой позиции. Поэтому помним. Стопы параллельны. Представили, что у вас на голове корона. С пятки на носочек. Перекатом таким вот. Руки работают, таз работает, плечи работают. Можно ходить вперед и назад. Вперед и назад. Вперед и назад. Как упражнение. Я рекомендую как упражнение. Наоборот. Усугубить. Сделать и походить вот немного вот в такой позиции. Чтобы мышцы включились. Вы почувствовали. Перегрузить как бы даже чуть-чуть. Вы походили вот сюда. Где-то несколько минут походить в такой позиции. Вперед и назад. Потом несколько минут походить в такой позиции. Вперед и назад. А потом уже параллельно. И вы ходите с... Представляете, что у вас опять же корона на голове. И вперед. И назад. И вперед. И назад. Ну, назад, понятно, вы будете не с пятки. На носок. Там назад по-другому. Но, тем не менее, вы ходите вот и вперед, и назад. И когда вот вы это все запомните, вы должны уже идти на улицу. И ходить так где-то от 40 минут до часу. Именно уже в таком более быстром чуть-чуть темпе. С пятки на носочек. С перекатом. С отталкивания носочка. Как бы, да. Перекат с пятки на носочек. Темп. Вот работает таз. Работает это. Плечевой пояс. Шея ровная. На голове как будто что-то лежит. Так вы будете вырабатывать правильный стереотип походки. Пробуйте. На сегодня все. Всем пока.